Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию рубрики без модов, где сегодня мы будем добавлять новую супер хардкор сложность в обычный Майнкрафт на версии 1.9. Если вам надоел очень простенький Майнкрафт, то сегодня вы сможете добавить много новых приключений, сложных боссов и также мобов на свою жопу в Майнкрафте. Да, ребята, поэтому если вы хотите завтра видеть мое новое видео, если вы хотите видеть больше видео и просто, ребята, не поленитесь, поставьте лайк, это всего лишь одна секунда. 2500 лайков, завтра выйдет новое видео, я вам всем обещаю, ребята, просто не лейтесь, потому что это для меня очень важно. Каждый ваш лайк дает мне мотивацию для записи новых видео, да, ребята, запомните это. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, я буду рад, ребята, если вы потратите на меня всего лишь 2 секунды, поставьте лайк и также подпишитесь на мой канал. И можете рассказать об этом видео своим друзьями, я также буду этому очень сильно рад. Ребята, мы будем сразу же сейчас приступать, я вам покажу, как выдать командный блог, но перед этим у меня есть две новости. Первое, я хочу сообщить, почему сегодня не вышел Пиксельмон, потому что вчера мы не набрали лайки. Я вам давал свое слово, 2500 лайков, выходит новая серия. Лайки мы не набрали, поэтому, ребята, новой серии нету. Многие люди будут, наверное, писать, где Пиксельмон мы лайки набрали, но, ребята, мы лайки не набрали. Мы три дня подряд набираем лайки, три дня подряд я выпускал видео, новую серию Пиксельмон. Сегодня мы не набрали, поэтому серии Пиксельмон нету. Не отписывайтесь, ребята, потому что я вам давал слово. Если лайки наберем, а серия не выйдет, вы можете отписываться. Но лайки мы не набрали, и серия не вышла, поэтому, ребята, большое извинение для вас. Но если наберем на предыдущей серии, значит Пиксельмон выйдет завтра. И также, ребята, по поводу завтра. Завтра, три часа дня по Москве и Украине у меня будет стрим на Твиче. Я всех вас там буду ждать. Любой из вас может прийти и задать вопрос мне в прямом эфире. И я на него отвечу. Любой из вас может со мной поиграть на моем сервере в Майнкрафт. Посмотреть новые серии Пиксельмона. Многие мини-игры. Игра в CSGO и многое другое, ребята. Прямой эфир, общение с подписчиками. Я всех вас там буду ждать. Ссылочка на Твич-канал есть в описании. Также сообщения у меня в ВК в группе и на странице про завтрашний стрим. Да, ребята, сейчас мы, в принципе, будем очень быстро приступать. Я извиняюсь за такое начало. Но все же, ребята, мне нужно было сообщить вам некоторые новости, чтобы все об этом узнали. Ребята, выдаем себе командный блок. Выдается он с помощью вот такой команды. Give. И вы дальше видите, что в чате пишет. Кто до сих пор не запомнил, извиняйте, ребята. Я не знаю. Делайте скриншот или придумайте, как сохранить себе вот эту команду. Выдаем себе, ребята. И у нас выдался вот такой командный блок. Я еще раз напоминаю, что это версия 1.9. Чтобы никто не забыл. Ставим командный блок. И уже вписываем команду вот сюда. Команда. Есть уже в описании. Точнее, ссылочка на команду. Потому что команда очень огромная. Кто не знает, команда это не вот такая там спаун что-то, что-то, что-то. Команда нереально огромная. Поэтому не команда в описании, а ссылочка на команду в описании. Но она уже там, ребята. Вы можете зайти и также ее скопировать. Я ее вставляю вот сюда. Вы также можете вставить. Нажимаем тут всегда активно, чтобы у нас не требовался редстоун. И нажимаем готово. И у нас призывается вот такая машина. Всё, супер-пупер-мега-сложность, хардкор был добавлен в ваш ванильный мир Майнкрафта. Поэтому, ребята, сейчас будьте очень и очень осторожными, потому что это не шуточки, это новый вообще сплошной мир Майнкрафта. И тут выжить очень тяжело, действительно очень. Почему? Потому что в первую очередь, ребята, мы рассмотрим изменения, касаемые обычных животных. То есть, смотрите, заспавнили мы зайчика, заспавнили мы коровку грибную, заспавнили курицу, заспавнили коровку, заспавнили свинюшку и также заспавнили овцу. Выключаем гейм-мод, чтобы вы не говорили, что это какое-то читерство, и убиваем коровку, допустим, вот эту, да? Сейчас убиваем курицу. Выпала курятина, да? Мы её поднимаем, и она нам не добавилась в инвентарь. Не добавилась. Мы убиваем свинячку, свинячку, поднимаем, и свинина не добавилась нам в инвентарь. Также говядина, иди сюда, иди сюда, поднимаем. Нам ничего не добавилось, потому что, ребята, с этим... Ух ты ж, нифига себе! С этим гейм-модом, точнее, с этим новым уровнем сложностью, вы, ребята, замечаете то, что вы больше не можете кушать мясо. С помощью этой команды вы только можете быть вегетарианцем, вы можете питаться исключительно овощами и фруктами, вы больше не можете кушать мясо. Вы можете кушать рыбу, потому что рыба это рыба, некоторые вегетарианцы, как я знаю, едят рыбу. Поэтому, ребята, мясо вам напрочь запрещено, и вы больше никогда его не сможете кушать. Поэтому, если ты любитель мяса, то лучше не устанавливай вот эту команду. Дальше изменения, касаемые, конечно же, монстров. Мобы, включим ночь, включим ночь, и включим гейм-мод, чтобы нас сразу же не убили. А что у нас идет по счету, ребята? Кого мне вам показать в первую очередь? Давайте я вам покажу крипера. Сейчас каждый крипер, который заспавнится в вашем мире, вот тут даже обычный крипер у нас заспавнился без моей помощи, он также заспавнился заряженным. Сейчас каждый крипер в вашем мире будет заряженным. И не думайте, что это так будет просто, потому что вы знаете, что такое заряженный крипер. Поэтому, ребята, будьте очень осторожными, когда вы встретите вот это чудище на дворе. Потому что одно неправильное движение, и он взорвет все похуже, чем какая-то ядерная бомба. Поэтому, ребята, будьте очень аккуратными. Также это у нас скелет. Я могу его вот тут призвать, но все же давайте мы рассмотрим скелеты, которые обычным путем заспавиваются в нашем мире. Это обычный скелет, у которого есть лук. Но если мы подойдем к нему, то он вытащит свой большой и здоровенный... Не с трусов, а просто меч. Да, ребята, он вытащит свой меч. Если мы отойдем, то он опять оденет свой лук. А если мы опять подойдем, то он оденет свой меч. И можно сказать то, что он действительно очень им пинает. Потому что... Потому что... Ну, Дарь. Ну, два сердечка, если вы без брони. Поэтому, ребята, будьте аккуратными. Потому что любой скелет может вас так запинать, что вам не поздоровится. Поэтому, ребята, будьте очень аккуратными. Он очень быстрый, очень злой и очень нервный. Да, то, что мы у него забрали лук и сейчас он должен нас бить, конечно же, стрел... Не стрелами, а мечом. Это, ребята, зомби. Я даже их не призывал. То есть, вы видите, то, что это обычный зомби, который шлялся по нашему миру. В чем заключается хардкор зомби с установлением вот этой команды? Каждый ваш зомби будет давать вам такой... Ну, сейчас, знаете, я вот этого убью. Не баф, а дисбаф. То есть, каждый зомб... О, нифига себе, башка зомби. Каждый зомби вам будет давать мед... То есть, как это сказать по-русски? Слоунес это по-английски. Будет уменьшать вам скорость передвижения. Можно сказать вот так. Давайте мы еще раз протестируем. Вот зомби приближается, нам дается слоунес 2. Дается слоунес 2. Как вы сейчас можете заметить, я вас не обманываю. Поэтому, ребята, будьте осторожными. Потому что сейчас убежать от зомби очень и очень и очень тяжело. Да. И сейчас, ребята, давайте мы быстренько вылечимся. Потому что нам нужно испытать еще следующих... Да. Как видите, ребята? Как вы видите? Золотое зачаренное. Яблоко больше вам не может выдастся. Как только вы получаете его в инвентарь, оно пропадает. Да. Это хардкор. И как вы заметили, ваши жизни не регенерируются. Сколько вам урона нанесли, столько урона у вас и будет. Жизни больше регенерироваться не будут. Потому что это настоящий хардкор. Запомните вот это. Поэтому, ребята, я прописал всякие команды. И сейчас, чтобы не мучить ни себя, ни вас, я умер. И сейчас, ребята, мы покажем следующих, конечно же, монстров. Что они делают? Дальше у нас на счету идет паучина. Что делает паучина? Как только он вас атакует, то он... Смотрите, что делает. Сейчас очень сложно убежать от паука. Потому что он вас будет бить. А вы его не можете бить. Потому что он вас, ребята, заточил в свою паутиную... Паутиную ловушку, если это можно сказать так. Назвать вот так. И как видите, сейчас очень-очень сложно по нему попасть. И очень сложно выбраться с этой ловушки. Поэтому, ребята, также будьте очень аккуратными, когда попадаетесь на пути у вот этого злобного паучины. И не знаю, делают ли вот это пауки из шахты. Нет, пауки из шахты этого не делают. Но они, по идее, должны продолжать тебя отравлять, да? Если мы его еще раз заспауним. Но это почему-то не отравленный. То есть нам попались не отравленные пауки, а обычные. Поэтому, ребята, будьте осторожны. Потому что любые пауки сейчас вас могут загрызть, как не знаю что. И сейчас мы, в принципе, включим быстренько гейммод, если сможем. И уберем всех вот этих монстров. И включим гейм. Потому что... Ух ты ж, как меня вот сюда запихнули. Дайте мне выбраться нафиг отсюда. Мы включим гейм. Вот сюда. И сейчас, ребята, ведьмы, ведьмы... Ну, в принципе, можно сказать то, что они не изменились. Это обычные ведьмы. Самые обычные. Но они будут вашими лучшими друзьями. Почему? Почему они будут вашими лучшими друзьями? Я объясню сейчас. Но, что я хотел вам еще, ребята, показать. Смотрите. Зомби. Скелеты. Больше не будут гореть. Они больше не будут гореть. Как вы видите, ребята, при дневном свете они больше не будут воспламеняться. Поэтому даже днем вам нужно беспокоиться о том, чтобы вас не убили. Потому что, как вы видите, это очень сложно выжить днем. Да, и ночью тем более. И сейчас, ребята, мы рассмотрим, как же нам восстанавливать свое здоровье. То есть, как же это все работает. Потому что это же хардкор. Как только вам нанесли немного урона, ваше здоровье больше не будет восстанавливаться. И давайте мы рассмотрим, что же нам нужно делать, когда у вас здоровье уже на исходе. Сейчас, ребята, мы рассмотрим изменения, которые коснулись крафта и прочего. Сейчас, ребята, вы больше не можете крафтить золотое яблоко. Как только вы его крафтите, оно, ребята, пропадает. Но это еще не все. Потому что у вас есть шанс, что при крафте золотого яблока... Давайте я сейчас вам покажу. У вас есть шанс, что при крафте золотого яблока... Вот, смотрите. Вот, если получится. Вы ставите его вот сюда. Вам вместо золотого яблока дастся обычное зелье. И зелье восстановит вам только одно сердечко. Оно восстановит вам только одно сердечко и на время даст вам, как вы видите, слепоту. На 10 секунд это зелье даст вам слепоту и восстановит только одно сердечко. И почему я сказал то, что сейчас ведьмы будут вашими лучшими друзьями? Потому что только ведьмы могут дропать зелье. Как вы видите. Сейчас давайте мы ее быстренько завалим, если у нас, конечно, получится. Но не так-то просто. Потому что это же все-таки ведьма. Дропнула? Да дропнет и нафиг нам свое чудесное зелье. Как видите, она в руках держит зелье. И с каким-то, а сейчас более так вероятно шансом, она дропнет вот это зелье. И нам, мне кажется, нужно убить ее до того, как она его выпьет. Поэтому, ребята, нужно ее долбить как можно быстрее. И надеяться, что она дропнет вам вот это чудесное зелье. И вы сможете им вылечиться. Но, как вы видите, она нам больше ничего не дропнула, кроме пустых бутылочек. Поэтому, ребята, нужно как-то ее убить, чтобы она его дропнула. Ну, если у вас, конечно, это получится. И да, ведьмы будут вашими лучшими друзьями только из-за этого. Сейчас, ребята, мы рассмотрим следующее изменение. Это голем. Это, ребята, голем. Его скрафтить нельзя, его нужно сотворить. Вот так мы сюда ставим. И смотрите, что это будет делать. Сейчас голем вам никак не сможет помочь. Потому что, если вы решили защититься от этих всех злых монстров с помощью голема, то голем вам никак не сможет помочь. При крафте голема, при создании, он будет получать автоматический урон до того, как умрет. То есть, он будет получать этот урон до своей смерти. И, как вы можете подумать, долго он не проживет. Поэтому сейчас, при этом хардкоре, голем вам не поможет. И это очень хреново, да? Потому что, бедненький голем сейчас умрет. И сейчас, ребята, мы приступим к финальному эпизоду, можно так сказать. Что такое финальный эпизод? Мы можем, ребята, даже скрафтить, конечно же, босса. Один-единственный босс, но все же он присутствует тут. Да, ребята, мы его можем заспавнить. Как же нам получить босса-зомби? Как видите, бедный голем. Ребята, голем умеет. Нет. Помним, мы его помним, то, что он ходил, бегал. Смотрел на травичку, но все же его больше не стало. Ребята, как нам получить босса-зомби? Вы спаимте обычного зомби или находите его в мире и кидаете, бросаете в него яичко. Нам нужно бросить в него яичко. Я думаю, то, что убить его с помощью яичка, да. Как только вы его убьете с помощью яичка, вам выдастся специальное яйцо. То есть, яйцо призыва специального зомби. Уже не обычного, а действительно специального. И давайте мы его призовем. Только сначала включим ночь. Призовем. И смотрите, это действительно новый зомби-босс. Это зомби-босс. Фу, зачаренный в алмазную броньку. С щитом. Очень быстрый. И также с алмазным топором. И мы его будем пытаться убить, но, как видите, это будет очень сложно. Потому что этот зомбарь, этот зомбарь, ребята, как вы можете заметить, убивает вас с двух ударов. А если быть точным, он вам с одного удара оставляет только два сердечка. И это очень плохо, потому что, ну, тяжеловато будет. Очень тяжеловато будет его замочить. Но, если вы любите хардкор, то вы можете постараться. Потому что у него и щит есть, у него и очень бронированная башка есть. По нему очень сложно попасть. И он вас убивает с двух ударов, если на вас, конечно, нету никакой брони. Но вы также можете его убить. И каждый раз при смерти он 100% дропает вот этот топорик. И также с какой-то вероятностью он может дропать вот эти ботиночки. В этот раз нам повезло, и он нам их дропнул. Но он не всегда может их выдать нам. Поэтому, ребята, может вам нужно будет его убить даже несколько раз. Что такое? Что нам выпало? Нам выпал, ребята, топор. Топор, который наносит 9 урона. То есть, на нем нету никакого зачарования. Обычный, кто там подкрадывается? Обычный меч наносит 7 урона. 7 урона. А этот топор наносит 9 урона. Да, вот такой вот магический топор. Также нам выдается его роскошные ботиночки. Что дают вот эти ботиночки? Они дают защиту 4 и также возможность ходить по воде. Те, кто не знал, это новое умение в Майнкрафте. То есть, вы можете зачаривать свои ботинки на вот этой. Как видите, вот эти ботиночки нашего босса зомби дают нам возможность ходить по воде. Поэтому, ребята, пользуйтесь на здоровье. И также пользуйтесь этой командой. Потому что она действительно очень крутая. Я надеюсь, ребята, то, что она вам понравилась. Хардкор только для любителей Майнкрафта. И любителей действительно испытать себя. Испытать себя в выживании. Потому что это не так-то просто выжить в таком мире. Да, ребята, я буду рад, если вы поставите лайк. Потому что сейчас мы уже будем заканчивать. 2500 лайков. Выходит новая серия, ребята. Каждый ваш лайк для меня важен. Каждый ваш лайк дает мне мотивацию для записи новых видео. Никогда об этом не забывайте. И просто, ребята, пожалуйста, не поленитесь поставить лайк. Потому что это очень просто. Это всего лишь одна секунда. Я за это вам скажу большое спасибо. Потому что я верю в вас, что вам не лень его поставить. Также подписывайтесь на мой канал. Потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Я также буду рад вас приветствовать в нашей большой и дружной семье подписчиков. Потратьте всего лишь 2 секунды. Это очень мало. Да, ребята, приходите завтра. Потому что завтра выйдет новая серия. Да, ребята, серия выходит каждый день. Поэтому я вас жду на моем канале каждый, каждый, каждый день, ребята. Также приходите завтра на стрим. Так же, как я уже говорил. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok